Всем приветствую на своем канале! Всем привет! А сегодня у нас будет колоночка! Bluetooth колоночка! Вы таких колоночек еще не видели? Да ладно, видели, шучу! Ладно, поехали, сейчас принесу ее! Вот такая вот колонка! Ладно, друзья, у нас сегодня вот такая вот колонка! Это у нас... Как называется-то? Это у нас Гризли! GM-202! Ну, точнее, не Гризли, а... Грынзу! Грынзу или как-то так? Для меня это Гризли! Так, ну что, давайте перейдем к распаковке! Что у нас тут есть? Где-то кабель зарядки я заряжал! Обычный штекер розетки 220! Джек и пульт! В пульте зажали батарейки, к сожалению! Поэтому батареек у нас в пульте бесплатно нету! Придется покупать! Так, ну давайте! По характеристикам быстро пройдем! Для эпичности включим подсветку! У нас же есть еще подсветка! Или нету? Да, у нас есть подсветка, только нужно включить сначала основное питание! Так, ну давайте! Так, начало эксплуатации! Перед использованием полностью зарядите батарею! Так, акустическая MIDI-система одна штука! Кабель питания для сети 220 одна штука! Пульт дистанционного управления одна штука! Руководство пользования и гарантия одна штука! Так, основные функции и режимы работы! Пульт дистанционного управления есть! Воиспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства есть! Воиспроизведение с внешнего аудио-устройства, ПК-аудио-проигрывателя, телевизора и другого! Воиспроизведение с картой памяти, TF-карт и USB-флэш, FM-радио, эквалайзер с предустановочными настройками Pop-Rock, Jazz, Classic, Flat, эквалайзер 5-полосной с ручной регулировкой, функция коробки с двумя микрофонами, запись микрофона на TF-карт, USB-флэш, динамическая LED-подсветка, динамика! Так, ну давайте! Так, здесь у нас верхушка, наверное, я вам ее потом покажу. Так, основные характеристики данного устройства. Так, Bluetooth-профиль A2DP, AVRCP, не знаю, что это такое. Так, максимальная 10 метров предела прямовидимости, дальность связи. По Bluetooth-у связь 10 метров. Входной сигнал AUX 3,5. Входной сигнал микрофона 2 по 6,5 мм. Пульт дистанционного управления, USB-вход, да. Поддержка microSD, да. Плеер, microSD, USB-флэш есть. Функция эквалайзер есть. Так, ну это то же самое. А! Режим мегабас есть. Режим мегабас. LED-подсветка уже сказал. Поддерживаемые форматы MP3 и WAV. Диапазон радио. Ну, обычный диапазон. Объем накопителя 32 гигабайта. В формате FAT32. Размеры 30-30-660. 300-300-660. Вес данной аппаратуры 11 килограмм. Так, и все вроде. А где батарея, не батарея? А, вот. Технические характеристики музыкального устройства. Так, LED-подсветка 90 на 31 миллиметр. Выходная мощность 2 по 50 Ватт. Динамик. Два динамика 4-хомные. А, это пищалки. Два динамика 4-хомные. Скажите, я скажу, 5 сантиметров. Два сабвуфера 8 дюймов 20 сантиметров 3-хомные. Фазоинвертор, да. Об этом еще поговорим. Диапазон воспроизведения частот от 40 Гц до 8. Ну, короче, весь диапазон воспроизводит. Батарея литионная, 12-ти вольтных, 4,5 мА. Зарядка от сети 220. Время работы в режиме воспроизведения от 2 до 5 часов. Полная зарядка аккумулятора от 3 до 5 часов. Bluetooth версии 4.2. Так, ну и прошли мы по основным характеристикам. Сейчас подойдем к колонке ближе тогда. И посмотрим, что увидим на верхней части. Что ж, друзья. На передней части мы видим прикрученную сетку и два динамика. Колонка уже грязная, так как уже использовалась. Где-то зафоршмачил ее. А, ну, в принципе, оттирается, ничего страшного. Так, немножко зафоршмачили уже колонку. Так, здесь у нас дублирует то, что у нас имеется в данном динамике. Здесь у нас LED-дисплей, который отображает. Чуть позже покажу, что отображает. Ну да, и здесь мы видим два 20-сантиметровых динамика. на тканевом волновом подвесе. Так, насчет рупоров вот это я не понял. Вот один рупор я здесь видел. Где-то он здесь есть. Вот. Один рупор здесь. Второй рупор должен быть, как я понимаю, здесь. Но здесь больше похоже на заглушку. Точно вам не могу показать. Но если вы поставите, конечно же, давайте начнем с 1000 лайков. Если будет 1000 лайков, разберем эту колонку. Немножко ее доработаем. Ну и покажу, что внутри и как. Так, ну давайте перейдем на боковую часть. Здесь мы видим два рассеивателя под LED-подсветку. Два динамика в середине 20-е. Здесь рупор точно есть, здесь рупор непонятно, то ли есть, то ли нет. Так. На боковой части у нас абсолютно ничего нету. Пластик. Пластик у нас такой текстурный. Очень, кстати, маркий. Чуть тронешь, и он форшмачится. Как и передняя сетка, как я понимаю. Чуть дотронулся. И какой-то костяк есть. Задняя часть динамика. Так, здесь мы имеем ручку, полое пространство. Так, далее здесь, как я понимаю, бокс, скорее всего, под батарею, либо усилитель. Вот так вот это все выглядит. Здесь у нас выход на 220, на розетку. Так, здесь у нас тоже ручка полая, полое отверстие. Ну и, в принципе, в задней части все у нас. И здесь модель, название MIDI Speakers Systems. Ну, в принципе, ничего интересного. Так, с другого боку у нас как то же самое, что и здесь. Тот же материал, марки. Вот любой косяк. И сразу он лезет. Так, ну и верхняя часть данного устройства, на которую я уже объяснял, что к чему. Так, здесь у нас, ну давайте слева направо пойдем. Здесь у нас включение-выключение LED-подсветки. Здесь подключение двух микрофонов шесть с половиной. Здесь вход на AUX, USB и SD-карта. Здесь у нас включение питания. Здесь у нас регулировка звука микрофонов. Далее, здесь у нас регулировка звука самой аудиосистемы. Так, мод, мод, мод. Мод это у нас переключение между радиом, флешкой и блютусом. blue, 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 blue. Это включение только блютуса. Так, EQ это у нас эквалайзер, как вы поняли. Далее, мегабас, это включение мегабаса, выключение. Большое спасибо, что написали частоты. Это у нас ручной эквалайзер. Здесь у нас 60 Гц, 500 Гц, 800, 4К и 12К. то бишь, регулировка определенных частот. Для настройки этого маловато, конечно. Толком колонку не настроить, потому что слишком большой разбег толком не настроить. Так, далее у нас здесь переключение видов звучания микрофонов. Это переключение подсветки. Ну, режима подсветки переключения. Это запись на USB-с микрофона. Так, это переключение повтора либо трека, либо всех треков. Это вперед трек, пауза, включить и... Ой, вот назад трек, пауза, включить и вперед трек. Все на лицевой, не на лицевой, а на верхней части у нас больше ничего нету. В принципе, можем перейти к включению данной аудиосистемы или, как сказать, MIDI, как там я сказал, MIDI-систем. MIDI-спикер-систем. Неплохая колонка, есть свои недочеты, которые, я думаю, можно устранить. Так, ну, два динамика, как понятно, подключаемся по Bluetooth-у, вот так, я уже все подключал, сразу расскажу, чтобы все не делать, все, что я уже делал. Так, автономность колонки 7-8 часов на смешанном цикле громкости, то есть, то громко, то тихо, то громко, то тихо. В 10 часов я включил, в 7 часов она начала вырубаться, то бишь, это сколько получается? В 10-9 часов и она уже начала, короче, вырубаться и причем она выключается, когда прибавляешь сильно мощность, то бишь, не хватает усилителя, он уходит либо в защиту, ну, либо вырубает систему. И, когда прибавляешь потихоньку, до определенного момента, она, в принципе, дальше играет на полгромкости без проблем. Я флешку потерял. Так, по носителям. Как с Bluetooth-а, как с AUX-а, так и с USB-накопителя, она играет абсолютно одинаково. Потери громкости ни в каком диапазоне нету. Настройки идут каждому разные, по-моему, каждому носителю, когда подключаешь, настройки нужны свои. На максимальной громкости вы ее слушать вряд ли будете, так как корпус сделан не так, как на паке бокс из фанеры и закрыт пластиковыми декоративными, ну, пластиковыми декоративными панелями. Здесь, я как понимаю, целиком он пластиковый и бас неплохой, не спорю, но при резонансе корпуса это неприятно слушать и слушать на полной громкости вы не будете. Но басы хорошие, жирные. Если настраивать с мобильного устройства через дополнительный эквалайзер, в принципе, можно убрать призвуки, но вы потеряете в громкости на это учитывать. Так, далее. Для природы колонка вообще супер. Для природы мне понравилось. Так, для дома в принципе дома всегда 220 есть, но как вариант того, что вы берете ее и домой, и она у вас работает дома, и на улице, в принципе, можно такое устройство без проблем покупать, чем, допустим, музыкальный центр, которым вы не сможете воспользоваться, кроме того, как он у вас будет стоять дома. это в принципе неплохо. По громкости сложно сказать, что 2 по 50 ватт, я думаю, здесь чуть меньше, скорее всего, либо есть 2 по 50, но это грязный сигнал и неприятно слушать это. Так, по динамикам. Здесь установлены два низкочастотных динамика и, по-моему, один рупор. Так как они набрали с фазоинвертора, кто не заметил, здесь нету фазоинвертора, хотя он написан, что он есть, я не знаю, либо он где-то на передней части, это только докажет нам разборка данной данной аудиосистемы, так что можете поставить тысячу лайков, я разберу и доработаю эту вещь, чтобы она играла хорошо, качественно, в принципе, опыт у меня есть. Играем все это в моно, то есть нету лево-право, но, в принципе, здесь этого не нужно, потому что здесь все стоят. На лицевой стороне здесь, в принципе, стерео не было бы и так. Так, по озвучанию хороший жирный низа, который, я как уже сказал, портит резонанс корпуса. Из-за того, что динамики играют слишком низко, пропадает практически середина, очень сложно вытащить в данной колонке средние частоты. Проблема со средними частотами в данной колонке, привыкаешь к данному звуку, ну, примерно минут за 30, в принципе, можно смириться с этим, так как автономная колонка. Я бы еще поспорил, кстати, кто не видел, у меня, посмотрите на канале, оставлю ссылку в описании, где я делал чемодан, автономный чемодан, там у меня стояли титанат, батареи, было 40 ампер, усилитель 2 по 100, честный 2 по 100 и 6 динамиков, 2 драйвера и 4 среднечастотных динамика. В принципе, играло неплохо, панча такого, как здесь, не было, здесь хороший, здесь очень хороший панч, мне понравился. Так, на лицевой панели у нас, на лицевой LED-панели у нас отображается индикатор батареи, тип подключения к медиа-системе, то бишь, это AUX, радио и Bluetooth, либо USB, флеш-накопитель. Так, также здесь отображается громкость, при увеличении громкости отображается уровень громкости, не знаю, видно вам, не видно, да, видно. Ну и, в принципе, и треки, номер трека, треки не подписываются, только номерация трека и время проигрывания. Так, ну, по LED-панели все, в принципе, она не особо чем-то блещет, по батарее я так и не понял, сгорело одно звено, потом она, как я уже сказал, начала врубаться, так что не особо правильно работает индикатор батареи на данном устройстве. Ну, давайте подключим Bluetooth, найдем трек без авторских прав и включим, наверное, наш динамик. Подключаться все просто, включаем Bluetooth, находим название Ginza 202 и сопряжение. Кстати, еще при включении хотел бы уточнить, что есть вот такое шипение. Так, максимальная громкость на телефоне, и да, насчет, а вот появился призвук на минимальной где-то и на минимальной громкости. Тихо никто не слушает, как я понимаю, так что с этим можно смириться. Как и на других аудиоустройствах есть такой же призвук, если прислушаетесь, шипение небольшое. если поиграться с стройным эквалайзером, можно убрать призвуки низких частот. с стройным эквалайзером, На громкости свыше 50 начинаются призвуки, в принципе общая шкала громкости это 60, на 60 самый срач идет с его сигнала, поэтому приятно слушать где-то примерно на 50, больше нет смысла поднимать уровень громкости. Так, насчет призвука я уже сказал, что ставим лайки и будем устранять это без проблем. Разберем, посмотрим, что внутри, какие стоят динамики, какая батарея, какой усилитель, глянем над ним глазком. И покажу как попробовать устранить, не знаю получится, не получится все эти призвуки, так-то я считаю, что это не проблема. И возможно я еще добавлю сюда либо пассивный звучатель, либо фазоинвертор. Так, ну давайте пройдемся по подсветке пока. Так, у нас имеется вот такая вот подсветка как на JBL копия, здесь у нас LED диоды стоят, особо кстати не видно таких точек. Хороший рассеиватель стоит. Так, двигается под музыку почти во всех положениях, здесь у нас красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, белый. Оба белый, срабатывает на звук, не знаю, срабатывает только получается на музыку, то есть под музыку начинают моргать разными местами, как стробоскопы. Так, здесь при музыке начинают меняться цвета, давайте можно продемонстрировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На форумах, когда читал, когда покупал, что есть хлопок при выключении, давайте включим. Вот у нас, допустим, громкость 20, и мы хотим выключить колонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но неприятно, неприятно, не спорю, очень неприятно. И чем громче у вас будет колонка, тем громче будет этот звук. Такая фишка есть на 12-вольтовых усилителях, не знаю, как на других, в которых не встроено реле. Я обычно в машине, когда устанавливал, ставил дополнительное реле на включение. И за счет того, что оно плавно выключало, не знаю, как за счет чего, короче, не было такого хлопка. Сейчас скажу сразу, как решить эту проблему. Просто выключаете звук полностью и выключаете. И у вас не будет никакого хлопка. Ну, это для тех, у кого хлопает. У меня есть вот такой вот датчик измерительный. Он измеряет. Так. Кто не знает, это SPL-WAB микрофон. В данном случае это RTA-метр Pro. Какой-то? Pro RTA-метр. То бишь, он очень хорошо улавливает весь диапазон частот. Кто не понял, про что я говорю, вот данный прибор. Вот видите, SPL. Так. Это у нас USB артометр Pro Edition. Вот я про Pro что говорил. Так. Измерение USB микрофон и для измерения АЧХ и ФЧХ. Не знаю, что такое ФЧХ. Так. Диапазон у нас... А, это в децибелах. Так. Вот диапазон у нас от 10 до 20 Гц. То есть полный диапазон воспроизведения частот. На разъеме USB. Ну и все, в принципе, особо ничего нет. Сейчас с сайта я скачиваю приложение. И будем уже устанавливать, подключать и измерять. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну вот, вот уже лучше. У нас... Общее звучание поднялось на 96 децибел. общий звук и принципе уже вот пожалуйста ровно а чиха только сейчас я вам покажу как настроен ручной эквалайзер там уже сами отталкивайтесь от него можно на 500 еще повыше надо поднять попробовать наверное не стоит потому что может появиться провал здесь вот как как я понимаю потому что я поднял на 4 и у меня появился провал с 11 до 13000 здесь сейчас в принципе все около дело ровная полоса можно сказать даже практически идеальная настройка так ладно давайте перейдем к эквалайзеру сейчас покажу настройки может кому-то пригодятся вот такие вот настройки так это у нас самый низ чуть выше чуть выше максималка и середина 12 килогерц вот на таких настройках сейчас практически ровная чиха вот такие вот . на громкости 30 у нас 96 децибел сейчас по всем частотам так включаем трек громкость на нашей колонке получается 50 из 60 возможных телефон на максимум сейчас делаю так телефон на максимум так включаю замер так и включают трек и 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 но такая громкость получается стрыка у нас пиковый результат 105,7 дБ у нас результат АЧК в принципе понятно, что в треке это не трек это не свип тон, поэтому здесь такие прерывистые, ну плюс-минус ровно вот не за жирный, а жирный не за у нас 86 пик и вот здесь прям все жирненько жирненько, сейчас скажу со скольки с 50 герц у нас начинается низа, и низа прям жирный у нас до 340 это прям вот жирный низ, все низ так провал, из-за чего мне не понравилось, что середины нет вот голоса во-первых мало это вот этот диапазон это когда голосом поют это примерно вот этот диапазон, здесь провал и вот серединка, как так называемая вот здесь тоже такие прерывистые провалы есть я думаю, это можно вылечить с заменой динамиков на данном устройстве если взять какие-нибудь широкополосники, но тогда возможно мы потеряем бассейн так что думайте выбирать вам, либо добавить в эту систему маленькие, как сейчас вышло пати бокс 310 по-моему называется туда добавили 2 серединки там по-моему даже с высокочастотников нет, там 2 жирных меда и 2 серединки если не ошибаюсь могу под... ну что ж, господа давайте подведем итоги данного видео и подумаем с чем сравнить и какие плюсы и какие минусы данного данной акустической системы так, ну давайте с минусов из всех минусов и отзывов которые я нашел это плохо ловит радио здесь радио антенна реализована в виде аукса по-моему, если я не ошибаюсь то есть если вы вставляете аукс неподключенный то он будет играть роль антенны это у кого проблемы с радио далее проблема хлопка при выключении тут проблема легко решаемая перед каждым выключением выключаем максимально звук и максимально будет маленький хлопок так дребезжание дребезжание она устраняет потому что очень сильно портит внезап по сравнению с JBL пати боксами там сам внутренний корпус сделан по-моему из LDSP или как она правильно называется и поэтому там нет таких призвуков там как бы внутри если я не ошибаюсь капсула идет прям и она вот обшита сеточкой пластиком сверху но возникает вопрос почему при такой же батарее здесь вес 10 кг а там вес тоже 10 кг на сотке по-моему на сотке по-моему 10 кг там насколько я знаю она меньше играет здесь чисто 8 часов бесперебойной работы и она еще не выключилась то есть можно было сушить просто ограничивать себя в звуке ну наличие средних частот точнее их отсутствие быстро привыкаешь на природе сильно не влияет но неприятно вот кто понимает какие частоты есть каких не хватает он будет разочарован звуком качеством звука возможно еще корпус роль играет ну не знаю жирные низа очень песочит верха и нет середины это как бы не очень хорошо так о хорошем стоимость автономность в принципе такие же я думал плохо будет реализована светодиодная подсветка она неплохо реализована пульт в комплекте точно такую же нашел на алиэкспрессе и это же есть на алиэкспрессе оставлю все ссылки в описании можно ее приобрести там на копии есть по-моему два микрофона если я не ошибаюсь в комплекте она выглядит точно так же только сверху у нее другой логотип не грынзу или как он там называется правильно грызы не гинзу а что-то электроник какой-то все ссылки будут в описании кто захочет приобрести данную колонку или похожую на нее или копию также на JBL оставлю со скидкой тоже на алиэкспрессе все ссылки короче будут в описании так ну что автономность хорошая жирный жирный не за хороший панч включил бы треки но не правда с сенсаторскими правами сейчас давайте быстренько набирайте в контакте дикий панч у кого есть JBL либо такая же колонка и вы услышите какая-то неплохой звук у нее или у какой-то другой я думаю у JBL не хуже у JBL звук 100% лучше но и цена выше так сейчас у нас Reconable играет чисто 10 секунд быстренько займу ваше время патч стоит то а ну хотя не знаю услышите его не услышите его короче панч неплохой у данной колонки я думаю еще большой акустики будут еще громче так ну ладно на этом будем заканчивать повторяю еще ставим тысячу лайков разбираем колонку дорабатываем ее возможно даже динамики поменяю на более другие бюджетные широкополосники посмотрю что-то выберу сейчас в принципе все дорогое я думаю эти динамики можно без проблем продать возможно кому-то двадцатки такие подойдут куда-нибудь но надо будет сравнить чтобы не потерять не зла главное не зла не потерять и главное реализовать чтобы не брякать корпус блядя он бряка бежей здесь возможно его герметиком загерметить и так далее но это все будет доработки во втором видео ладно всем удачи всем пока подписывайтесь на канал за все лайки все до свидания субтитры Продолжение следует...